Друзья, в последнее время вычислили в случае обмана потребителей недобросовестными продавцами фильтров для воды. С одним из ярких примеров такого обмана мы вас сейчас и познакомим. Как это обычно происходит? На ваш телефонный номер поступает звонок от представителя компании, которая якобы занимается анализом качества воды. Представитель компании напрашивается к вам домой для проведения бесплатного анализа той воды, которую вы употребляете. Итак, представитель компании у вас дома и готов, по его словам, провести бесплатный анализ той воды, которую вы употребляете. Это может быть как водопроводная вода, так и бутилированная питьевая вода. С собой представитель имеет некий прибор, который, по его словам, может оценить качество вашей воды. Конечно же, это не так. В руках у представителя обычный прибор для проведения электролиза. Два металлических стержня. О том, как это работает, мы вам сейчас и покажем. В один стакан мы наливаем дистиллированную воду, купленную на обычной заправке. Напоминаем, дистиллированная вода непригодна для употребления в пищу. Во второй стакан мы наливаем воду нашего производства. Вода протера содержит все необходимые соли и минералы и полезны для вашего здоровья. Ставим стакан рядом. Опускаем прибор для электролиза, его металлические контакты, в стаканы. И включаем прибор в электрическую сеть. Мы видим, что в дистиллированной воде процесс электролиза не происходит, потому что такая вода не является проводником. А в натуральной питьевой воде, в которой присутствуют соли, начинается процесс электролиза. Итак, вы видите, что вода начинает менять цвет, в ней появляются хлопья. Представитель компании, конечно, будет утверждать, что вся эта грязь содержится в вашей воде. На самом деле это не так. Тот бурый цвет и те хлопья, которые появляются в воде, они являются принесенными, и это всего лишь растворяется один из электродов. Но, возможно, после такой картины несведущий человек тут же захочет купить их замечательный чудо-фильтр, который всего лишь поможет человеку получить из качественной воды дистиллиат, который будет вреден для его здоровья. Ну что же, мы видим яркий пример. Все это визуально очень понятно. Дистиллированная вода чистая и бурый осадок в натуральной воде. Еще раз подчеркиваем, что этот осадок, он всего лишь показывает то, что натуральная вода является проводником, и металлический электрод, он растворяется в этой воде. Я надеюсь, что наш ролик помог вам разобраться с этим процессом, и вы не попадетесь на удочку мошенников, и сэкономите свое здоровье, свои деньги и, конечно же, хорошее настроение. Удачи! Продолжение следует...